26 сентября 2022 года я сделал обзор на игру под названием Monstrum 2. За две недели до этого нам прислали ключик на закрытое альфа-тестирование этой самой игры. Мы сделали, скажем так, нелицеприятные выводы, вследствие чего мы поставили довольно низкую оценку этой игре, потому что я играл в Monstrum 1 и всем особо сильно там запомнился, конечно же, мистер Желешко, которого все ждали во второй части, но мистера Желешки не добавили. И вот спустя два года, ну не хватает две недели, потому что сейчас какое-то девятое число вроде бы, и вот практически спустя еще две недели уже было бы как раз-таки два года с момента того, как мы сделали обзор на Monstrum 2. Опять же нам говорили о том, что это все полная херня, потому что мы сделали именно на закрытое тестирование, и нужно делать именно обзор на версию ту, которая именно вот выйдет 1.0.0. И вот буквально сегодня от моего горячо любимого брата я узнал в момент, когда мы записывали наши новости, обязательно смотрите наши новости. 6 сентября в официальном дискорд-канале команды Junkfish, они написали, что игра вышла из раннего доступа, покупайте и, собственно, вперед. Игра на данный момент в стиме по распродаже продается за 365 рублей. Без скидки она стоит что-то в районе либо 385, либо 395, ну вот, короче, примерно в районе 400 рублей. Так как 21 сентября 2021 года разработчики у меня забрали ключик, не объяснив никаких причин, но, видимо, им не особо понравился, видимо, мой обзор. И для того, чтобы все-таки оценить и сделать переобзор этой игры, мы решили, конечно же, ее приобрести в стиме, тем более то, что она со скидочкой. И загрузив ее, я ее запустил, чтобы окунуться в этот мир изменившегося Monstrum 2. Первый пункт, весь основной бюджет, видимо, ушел на переливающийся логотип компании JunkFresh. Красивый логотип, ничего не буду говорить. После этого у нас выпадает плашка о том, что вы хотите подтвердить какие-то там лицензионные соглашения. Все, конечно, нихера иных их не читают, в том числе и я, поэтому, скорее всего, просто этот обзор, возможно, заблокируют. И после того, как я увидел циферки, как мы уже в начале я сказал про 1.0.0, я понял, что все, игра все-таки вышла в релиз. Пред нами предстал плашечка из трех серверов. Это у нас Америка, это у нас Европа и это у нас Китай. Зашел я, конечно же, на Европу, потому что там больше всего людей находится в теории. И после этого я сразу же решил посмотреть, что у нас тут изменилось. Изменилось начальное меню. В прошлый раз, когда я проходил эту игру, я начал эту игру как раз-таки сразу с обучения. Когда еще была альфа, это обучение я смешал с одной субстанцией, вы понимаете, про чую я говорю. Обучение изменили, добавили таблички, добавили камеры, добавили различные манекены, которые направляют вас в ваши движения. И объясняет вам, собственно, что происходит в игре, в том числе прям до самого конца, до опускания суммарины в воду. И тут я могу сказать так, то что молодцы. Потому что изначально это обучение было полное говно. Сейчас на данный момент хотя бы объясняют, что как играть. После этого я перешел в магазин, добавили магазин в прошлый раз. Я также говорил вам о том, что когда вы проходите карту, играя либо за монстра, либо играя за выживающего, в самом конце игры вы получаете поинты. Поинты вы можете потратить в этом самом магазине для того, чтобы купить всякие вот именно декоративные вещи для вашего персонажа, на котором вы будете играть. Либо для вашего монстра, либо для вашего выживающего. Там различные костюмчики, касочки, всякие масочки, все, в общем, какие-то украшательства. Все вы можете на себя нацепить за определенное количество поинтов. Правда, если честно, на самом деле, все вот эти вот скинцы и все то, что вот добавили, на самом деле, они прям вот особо глобально прям не меняются. Там что-то чуть-чуть там крови добавили, там где-то чуть-чуть что-то порвало. И на этом, собственно, все. Поэтому, как бы, за магазин, ну, не могу сказать, что прям, ну, вот оно стоит того, что ты прям херачил в нее, для того, чтобы что-то в нем купить. Но вот теперь самое, что главное, это, собственно, сам геймплей. К сожалению, к нему вы не притронетесь по одной простой причине. В этой игре просто тупо отсутствуют люди вот от слова вообще. Я попробовал различные сервера. Я по всей делу примерно в районе часа. И вы заходите на Европу, вы играете либо в рандомный режим, либо вы играете за режим выживальщика, либо вы играете за монстра. Без разницы абсолютно, в каком режиме вы играете, вы просто тупо сидите, у вас появляется таймер. Одну минуту, и я сижу, просто смотрю на этот таймер, и после этого жмете вы готов, не жмете вы готов. Вы можете просто покинуть игру, и на этом, собственно, все. После этого логично было бы предположить, что, возможно, может быть на Европе просто нету людей, поэтому пойдем-ка мы сыграем на серверах Америки. Мы переключились на серверах Америки. Я объясняю, почему я говорю слово мы, потому что я сидел, играл, а Димон сидел рядом со мной, и мне подсказывал, что мне на самом деле нужно делать, потому что я неправильно сидел, нажимал на кнопки. Потому что, если вот правильно выбрать рандомный режим, потому что там-то точно ты найдешь людей. И после этого мы посидели, опять потыкали кнопки, сервера были абсолютно пустые, мы никого не нашли, то есть таймер в одну минуту просто тупо заканчивается, и на этом, собственно, все. По поводу монстров, то, что я немного упустил, помню, когда я в первый раз говорю, был Багра и был Брут. Брут такой большой, мясистый монстр, Багра такой ловкий, и теперь добавили аналог мистера Желешки, добавили какого-то мистера Спрута. И на самом деле, по факту, то, что показано в трейлере, вы в основном вот этого монстра и будете тупо видеть, потому что это является как бы основной фишкой именно Монструм 2. И вот тут как раз-таки ты хотел бы, конечно, проверить все вот это, все то, что там происходило, но, к сожалению, этого просто тупо, к сожалению, не прочего. Хотя персонаж довольно прикольный, но, судя по перкам его, довольно дискомаланс. Я понимаю то, что разработчики, может быть, старались, конечно, над своей игрой. Мне жалко то, что разработчики потратили кучу времени. За целых два года они сделали целого одного монстра и добавили какую-то новую карту Криогеника. Конечно, я хотел бы ее попробовать, но, к сожалению, я не смог ее попробовать. Единственное, что на самом деле, по факту, светит этой игре, пока на данный момент, если, конечно, кто-то там из каких-то топ-стримеров там не начнет играть в эту игру, либо кому-то не проплатят денежку для того, чтобы начали играть в эту игру. Единственный вариант, опять же, игры, это то, что вы, вот именно ты, и со своими четырьмя друзьями, если вдруг по какой-то причине у тебя есть четыре друга, и каждый из вас должен купить эту игру, вот опять же, в 350-400 рублей. И это получается пять человек, один из которых монстр и четыре выживающих. Ну, либо там один монстр, один выживающий, если у вас один друг, ну, в зависимости, опять же, конечно, от количества ваших друзей. Если у вас пять человек, вы должны примерно потратить на всех пятерых примерно по две тысячи рублей. Принесет ли вам это какое-то удовольствие? Ну, опять же, я говорю, по сравнению со второй частью еще со времен тестирования, игра очень сильно баганая, дерганая, и особо сильно там прям ничего особо-то и не поменялось, судя по трейлерам и судя по той же самой тренировке. Я имею ввиду именно внутриигровой, потому что анимации все, в принципе, ничего особо-то сильно и не поменялось. Поэтому тут, конечно, можно размазывать еще очень долго этот так называемый обзор. Если у вас есть друзья, и вы хотели бы просто куда-то потратить две тысячи рублей для того, чтобы поиграть с вашими друзьями в какую-то игру, и что-то там попытаться как-то поруфлить, то, возможно, эта игра вам бы и зашла. Ну, еще есть третий вариант, если, допустим, вы стример или вы какой-то летсплейщик, и вам нужно сделать контент по этой игре, который последний обзор вообще по этой игре выходил минимум год-два назад. Поэтому, в принципе, это прям самый прям актуальнейший контент, я не советовал бы. Это просто тупо потратит ваше время и ваши деньги. Мы хотим просто вас обезопасить, потому что мне, скорее всего, эти деньги уже не вернут, потому что по какой-то причине бета-тест записался и мне в том числе и в эту игру. Так что, ребят, ну делайте выводы сами, мы вас предупредили. Лучше не ввязывайтесь в это все дело. Всем удачи, пока, до новых.